Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В сегодняшнем воскресном евангельском чтении Господь сказал, «Если не обратитесь и не станете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Мы часто слышим эту евангельскую истину, но очень редко понимаем ее суть духовную, глубокую. И в этом же Евангелии Господь дальше продолжает. Эту фразу Он продолжает следующими словами. «Если не смиритесь и не станете, как дети, то есть стать ребенком по духу можно только через смирение». Не просто вот взял и стал наивно себя вести. Это глупость, за которой последует очень много ошибок. Детскость ума и сердца приходит через смирение. Как дальше Господь говорит? «Если не смиритесь, что значит смиритесь?» В чем природа ребенка? Он живет умом родителей. Он живет доверием к родителям. До какого-то времени он ходит за ручкой. Я так хорошо помню, когда первый раз я уже в какой-то возраст пришел и постеснялся с мамой за руку идти. Она оставлялась, улыбнулась и говорит, «Сережечки, а я уже стал взрослым, мне уже 7 лет». Вот что другие мальчики скажут, я за руку с мамой хожу. А до этого ходил с мамой за руку и не стеснялся. Так вот в чем смириться. Это полностью довериться. Довериться Богу, довериться родителям, довериться духовным родителям. И просто идти за руку. «Если не смиритесь, не станете как дети». Вот эту фразу мы часто читаем. «Станете как дети», а дальше не продолжаем. И поэтому не имеем смысла. И кто-то начинает просто дурачиться в этом детстве. Но Евангелие идет еще дальше. Вот сегодняшний Евангелие идет еще дальше. А что значит «смиритесь»? И в сегодняшнем же Евангелии идет следующая фраза. «Должно прийти искушением». «Должно прийти скорбям». «Они тебя смирят». Не просто ты сам начнешь играть в смирение. Господь говорит, «Должно прийти искушением». Они находятся в промысле Божьем. В промысле Божьем, благом о тебе самом. Это мысль Бога, это план Бога о тебе. Послать тебе искушение. Но эта фраза еще продолжается. Эта фраза продолжается следующими словами. «Искушением должно прийти, но горе через кого они приходят». И надо иногда Господь использует человеческую гордыню, злобу. Использует в своем промысле. Через гордых, злых людей Он тоже действует. Они нас искушают, они нас уничтожают, они нас унижают. И это находится в промысле. Но их это не спасает. Потому что Господь говорит, «Но горе тому, через кого искушение приходит». И его-то был в промысле Божьем? Ну, конечно, был. Если бы он не предал Господа, как бы Господь совершил? Ксюшка сказала, да, да. Устание младенца говорит истина. Искушением должно прийти, но горе тому, через кого они приходят. Поэтому не оправдывайте ни в коем случае. Это уже кощунство, когда мы свои грехи оправдываем, что они в промысле Божьем. Они в промысле Божьем, но они вас не оправдают. Господь использует ваши грехи как искушение для возрастания того, кого вы обижаете, кого вы оскорбляете. Но вас это не оправдает. Не оправдает того, кто ведет войну, хотя война в промысле Божьем. Не оправдывает предателя, но предательство в промысле Божьем. Не оправдывает убийство, хотя даже убийство в промысле Божьем. Все в промысле Божьем. Но убийца это не оправдывает. Я хотел с вами поделиться. У нас завтра особенный день. В день преображения Владыка благословил, он принял решение завтра открыть здесь еще одну женскую общину с перспективой еще одного женского монастыря в Орске. У нас будет, даст Бог, у нас будет два женских монастыря теперь. А чем больше, тем лучше. Это хорошо. Это было Владыкино решение, его благословение. Завтра он приедет служить службу и помолится, и благословит это место на открытие нового женского монастыря, которое будет с перспективой, конечно. Опять мы начинаем заново. С чистого листа. Я много чего начинал с нуля, но сегодня, завтрашнее начало, оно будет другим. Те, кто меня давно знают, кто со мной рядом много лет. Всегда каждое начало у меня было торжественное, радостное, с ожиданием больших перспектив. Всегда начиналось с радости. А это начинается с большой боли, с большой скорби. Все наоборот. Но меня вдохновляют слова пророка Давида, который сказал в Псалтире, «Сеющие слезами радостью Божьего. Мы начинаем наоборот. Всегда было вдохновение, порхание, какая-то эйфория. И мы всегда начинали и много делали. А теперь наоборот. Начинается с большой боли, с большой тяготы спасти умирание. Меня пасти нет. Но я думаю, Господь поможет. И еще мне так приятно ложиться на сердце, что этот монастырь будет в честь Божьей Матери опять, Табынской, нашей местной, местночтимой. Опять он будет посвящен Пресвятой Богородице, Которую я очень искренне и глубоко люблю. Так что я вот поделился с вами радостью, дай Бог, чтобы все случилось, но случилось уже по-другому. Знаете, когда человек в жизни проживал боль, у него появляется опыт, что все, все ненадежно. Этот новый проект уже можно начинать и сразу предполагать. А я не знаю, сколько он будет. А может быть, он несколько дней будет. А может, несколько лет. Но когда-то все кончается на земле. Но все равно нужно трудиться. Даже если от тебя отпущено всего несколько дней. Если тебе отпущено полдня, все равно делай. Искренне, самоотверженно, в полную меру. Делай, делай. Господь и намерение целует. Богу нашему слава. Всегда ныне пресняет. Благодарю. Делай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...